Ну что, здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Как вы видите, вода чистая, слава богу, на улице минус 3, время 9 часов, почти без 10, 29, 12, 2019 год. Значит, вчера отрабатывался, посыпались, посыпались комментарии, ну и все увидели у меня небольшие обледенения, стали спрашивать, что делать. В общем, ребят, я вот пользуюсь, я уже в прошлом году показывал, могу еще раз показать. Я пользуюсь вот такой вот штукой, силикон-спрей рыболовный для плетеных нитей. ООО Трикита. Будет интернет-адрес, я думаю, увидим, запишите, кому надо будет. В общем, произведено в России, тут идет вот такая пипочка красная, все это вставляется вот сюда вовнутрь, и на катушечку, на плетеночку и так далее наносите. Я и узел, и ЛСУ, и дужку, короче, где можно подлезть, я его запшикиваю, работает изумляя. Все другие силиконовые автомобильные штуки могут быть вредны вам, даже вернее не вам, а вашей именно плетне и нанофилу. У меня был один такой случай, я взял у парня в машине, пшикнул, выкинул потом плетенку. Ну, это мы еще во времена, да, когда я занимался простым джигом на Москварике, попал я ногами в маргарин, вот, выкинул плетню и несколько друзей у меня, короче, не весь силикон автомобильный вам подходит. Если у вас нету возможности, тут вот нарисована катушка, рука и спрей этот, и наносит, как будто вот, пшикает на плетенку. Хочу сказать, что не весь автомобильный подходит, разъедает плетню. Если у вас нет возможности купить, идете в магазин автомобильный, покупаете, отрезаете кусок, чтобы вы могли дернуть потом, пшикаете в пакет или в банку. Ну, я в пакете пробовал, вот, еще один силикон у меня так и не задействованный ушел. То есть, только для технических, разъедает, не весь автомобильный подходит. В рыболовных магазинах продаются спреи силиконовые, всевозможные пропитки, но минус их, во всяком случае, то, что я у нас покупал, только один такой ощущение, что они разбавлены, ненадолго их хватает. Вот эта штука нормальная, эта штука нормальная, штука проверенная. Еще раз говорю, фирма выпускает ООО 3КИТА, 3W, кит по-английски 003.ру. Огне опасно, срок годности 5 лет. Так что вот так вот. По снастям тропара у меня сегодня 0,83 грамма с переделанной ручкой, хлыст родной. И вчера, общаясь с моим другом Николаем Рухом, подкинула мне идейку по поводу изготовления вот такого вот джигрига. Внизу свинцовый груз, сверху глазик. Глазик покупал на Али. Не знаю, что получится. Сейчас тут 0,7 грамм, в общей массе где-то 0,8, ну под грамм, короче. Будем пробовать. Зима наступила, снег пошел. Зима наступила, снег пошел. Всем лично здрасте. Вот. Всем спасибо за комментарии. Ребят, подписчики мои дорогие, уважаемые, вы классные. Помните об этом. Вам огромное спасибо. Уже там с Новым Годом. Ну, я с Новым Годом, наверное, сегодня запишу. Может быть, завтра выложу. Есть люди, которые, еще раз говорю, хочу отдельно поблагодарить. Вот. Хочу еще сделать такой обзорчик спиннингов, который у меня сейчас. Чем я балуюсь, тоже выложу, наверное, в этом году. Ну, что трепемся, погнали. Снег пошел. Говорю, обалдеть, обалдеть. Неужто мы дождались снега? Ну, он, правда, такой редкий, слава богу. Ну, да. Ну, ладненько, погнали. На, забыл сказать. Забыл сказать. Вчера еще было где-то поймано 5 или 6 окуней, но мелких. Ну, не стал снимать, ребят. Зябко, холодно. Куртку, камеру прячу под куртку. Аккумуляторы быстро садятся. Вот это вся эта эпопея. Расстегнул, включил. Ну, все долго. Сейчас буду искать камеру. Ну, понимаю, что вам немножко скучно смотреть, что там рыба перед этим. Хочу найти камеру, которая с этого, с руки. Есть такие на Алике. Пульт управления. То есть, ты пока вываживаешь, кнопочку нажал, она у тебя включилась, расстегнул. Сам процесс вываживания не снял с рыбкой, потом выключил. Буду думать. Все, ладненько, поехали. А то ля-ля-ля-ля, все. Так, ну что, ребят, третий заброс. Ну, Николай, спасибо тебе огромное за подсказочку. Лучше не знаю, что конкретно сработало. Вот такой, еще раз говорю, получился тандемчик. Джек Рик вот с таким глазиком. Я думаю, видно будет. Глазики на Алиэкспресс покупал. Уж он сыграл роль. Или проводка. Ну, вот подсказал человек. Ну, в общем, вот такой боец. Неплохой. Спасибо. Ладненько, продолжаем разговор. Че? Сначала положим. Вот так вот. Приходится мормышкой уходить от нуля. Почти. Я сегодня поймал одного. Да, че-то рыбалка швах сегодня, ребята, полный. Даже рыба не гуляет. Мороз, видно, придавил окушка. Крепитал. Перешел на тяжелую мормушку. Уралочку опять. Поставил где-то скука она. 0,6-0,8 грамм, где-то. Не помню уже. Ну, до грамма точно. Вот так вот. Так, ну что. Хэви мормышенко. Сильно хэви. Он наш заглот. Ну, ребят. Рыбалка сегодня, конечно, отличается кардинально. Вот такой симпатюк мелкий. Не берет рыба. Не берет. Слизно ли кидал, бросал. Вообще тишина. А вот одного с утра зацепил. И на этом все. Больше зубы брать отказывается. Вода мутная. Не могу понять почему. То ли что-то скинули, то ли еще по каким-то причинам. Вода мутная. Дно видно, но еле-еле. Ладненько включишь. Вчера был крупняк. Сегодня мелочь. Притом Рыбка ужасного размера. Вот такие вот. Ну, попробуем еще. Ну, а. И трофейчик подсел. С ладошку. Уралочка. Мотылик Беркли. Прошу любить и жаловать. Ну. Ну, красавица. Давай с вами будем. Ушел. Все. Вот так вот. Приголенную мормушку. И попасться может. Все что угодно. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok